Всем привет! Меня зовут Настя Каменских и вы смотрите НК Блог. Дорогие друзья, из-за того, что я неудачно приземлилась, когда прыгала с парашютом, мою серию вопроса и ответа пришлось перенести. Но так как я вам обещала, ловите мои ответы! Ну, в детстве меня вдохновляло какие-то концерты супер-мега-звезд. Хотя, в принципе, и сейчас тоже. Например, я безумно люблю Бейонсе, Риану. Когда я смотрю их концерты, меня вдохновляет это и... Я иду на танцы и работаю над собой. Не знаю, это какие-то могут быть картинки, это может быть какое-то видео, кино. Ну, если честно, то, что двигает действительно меня вперед, это моя мечта, это Грэмми. Как минимум, я хочу побывать там просто как гость. Ну, и, конечно же, максимум, хотелось бы выступить на этой сцене. Поэтому, живя с этой целью, ты, естественно, каждый день просыпаешься, уже заряжен, делать что-то, да, работать над собой. Конечно, когда ты проходишь мимо какой-то пекарни, особенно за границей, а мы часто бываем в Италии, во Франции, можно сойти с ума. Но есть выпечка, на самом деле, не такая уже и вредная, та, которая без глютена, да, и с твердых сортов пшеницы делают это тесто. Поэтому, в принципе, если жутко хочется, не знаю, даже мой тренер говорит, что когда очень сильно хочется, обязательно нужно что-то немножко скушать. Дело в том, что я настолько мягко это все делаю, все у меня прекрасно, я стала намного здоровее, лучше, заряженнее. Больше появилось желание чего-то делать, работать, куда-то идти, все время крутиться. Но, учитывая, что у меня тренер, диетолог, массажист, у меня очень большая работа от команды надо мной, я доделаю все очень правильно, дабы потом, собственно, не поправиться в плюс 10. Мне кажется, что человек каждый создает себе свой ритм. Я страшный фанат планирования своего дня. Вот, допустим, я могу посекундно расписать вообще, что мне нужно сделать. Я втисну какое-то там новое занятие себе. Это вот, наверное, как акула, она не может жить без движения. Если она остановится, она умрет. Точно так же и я. Я, наверное, трудоголик. Ну, и мне кажется, мир, он такой огромный, он такой интересный. Мне хочется лично испытать каждую профессию, попробовать каждое блюдо, побывать в каждой стране в этом мире. Я очень волнуюсь за то, что с моим таким режимом и темпом, и диким желанием все познать. Мне, боюсь, скоро мира не хватит, потому что придется лететь в космос. И дополннейшая чушь, уже предыдущий вопрос о том, как повлияло это на мое здоровье, я уже ответила. У меня все прекрасно. У меня вообще, даже когда я сидела на каких-то таких жестоких диетах, и у меня не было, скажем, консультации врачей или диетологов, даже тогда не было никакой госпитализации. Я крепкий орешек. О, боже мой, боже мой, я лет с пяти начала краситься. Ну, точнее, я, как любой ребенок, смотрела на маму. Естественно, мне хотелось намазать красную помаду на полу лица, синие тени, как сейчас помню. Но я с детства занималась в разных кружках, ходила на танцы, я пила в хоре, вот. Ну, и плюс уже по всем конкурсам тоже ездила. Поэтому достаточно рано начала краситься. А в жизни прям вот так, чтобы каждый день, ну, наверное, лет с 13-14. Во сколько нужно начинать краситься? Я не знаю. Сейчас, например, мода идет на натуральную красоту. Про волосы расскажу такую интересную историю. Конечно, раз в год появляется такой человек, который спрашивает, мои ли это кудри. И мне так странно становится, потому что я 10 лет уже работаю в дуэте, который очень популярный. И думаю, вот вы думаете, что я целых 10 лет каждый день стою и кручу вот этот дом на голове? Ну, нет, конечно. Мало того, когда увидишь на мою маму, понимаешь, что откуда у меня этот взрыв на макаронной фабрике. Я не наращиваю волосы. Единственное, когда у меня есть какие-то фотосессии, где образ требуют, либо съемку, конечно, там мне длину доращивают, допустим. Ну, это всего лишь на сутки, всего лишь для того, чтобы сняться. Я против, на самом деле, наращивания волос. Вот это очень вредно. Я просто знаю последствия. У меня очень многие знакомые, друзья, девочки, которые понаращивали себе волосики, а потом они становятся тяжелые, особенно летом ты купаешься, оно все тянет вниз, оно срывает волосы твои. Ну, в общем, это не здорово для человека. Сейчас, тем более, очень модно короткие стрижки, и мне кажется, что натуральность – это очень круто. Плюс, кстати, еще хотела бы добавить по поводу наращивания ресниц. Боже, это такое жлобство. Ребята, что-то кто-то делает, пожалуйста, девочки, не наращивайте ресницы. Это ужасно. Есть миллион способов, есть какие-то витамины, и тем более сейчас в наше время выпускают разные такие всякие сыворотки для ресниц, когда ты можешь, скажем, отрастить и как-то поспособствовать этому. Но это жутко, если честно. У меня был такой опыт. Во-первых, все, конечно, выпадают, эти ресницы, потом в конечном итоге остаются две твоих три вот такие вот. А во-вторых, ну что это за искусственный взгляд? И что это за лень прокрашивать ресницы? Не надо. С чего стоит начать? Ну, конечно же, нужно начать со спорта. К сожалению, раньше мне этого никто не посоветовал. Это так тебя координирует, заряжает вообще зарядом бодрости. Как минимум с пробежек. Каждый человек может утром встать, сделать даже не с пробежек, зарядка. Элементарная. Начните просто 15 минут зарядки утром. Конечно, я в детстве очень много пела дома, очень много. Боже, бедные мои соседи. Я выбирала репертуар, который мне нравится. Нужно определиться, какой певицей или артистом вы хотите стать. Ну и потом, конечно, нужно ездить на конкурсы, участвовать где только можно. Важно, чтобы вас видели, чтобы слышали, что вы есть, что вы существуете. Потому что свой талант нужно показывать. Иначе, если вы закроетесь где-то, сидя в доме, думаете, что вам тут сейчас вы выиграете лотерею, миллион, то так не произойдет. Нужно работать, двигаться. Сейчас 21 век на дворе, вон есть вон кастинги разных шоу. Нужно что-то делать. Конечно же, писать свое что-то. Искать людей, которые тоже что-то создают. Совместе в тандеме, например, сочинять какие-то песни. Я знаю многие коллективы, которые вот так вот сочиняли у себя в гараже, а потом стрельнули и стали тоже популярными. Я думаю, что так как мне повезло с работой, наверное, никому. Потому что я безумно счастлива, что выбрала именно эту профессию. Я езжу по всему миру. Меня любят. Я люблю и заряжаюсь энергией от своих поклонников. Ты заряжаешься такой энергией, которую ты не получишь, да, просто сидя у кассы, скажем так. Я обожаю работу свою. Конечно, в ней есть огромные недостатки. Это бесконечные переезды, перелеты, где-то какая-то неправильная еда. Навязчивые поклонники тоже могут быть. Но в основном я счастлива. Спортом можно заниматься где угодно и когда угодно. Как минимум, например, даже если ты находишься в аэропорту, ты можешь делать выпады. Где, скажем, любое пространство, поверхность, можешь лечь и покачать пресс. Побегать, да, даже если у тебя нет спортзала, ты можешь пойти где-то в парке, где-то или там вокруг отеля, скажем так. Бывают такие дни, когда ты очень много летаешь, например, в сутки, у тебя три самолета. И у тебя есть все возможности для того, чтобы позаниматься спортом, но у тебя нет просто физических сил. Действительно, сердце не выдерживает в плане того, что, ну, очень тяжело. И в такие дни, конечно, я стараюсь себя ограничивать в этом плане, потому что вечером у нас, как правило, работа. Поэтому ты, когда начинаешь просто уже заниматься спортом, и ты видишь свой результат, ты просто без спорта жить не можешь. Поэтому ты найдешь любую возможность, где угодно и любое время, лишь бы только уделить этому внимание. Мими, моя мимусечка. Вот даже сейчас она сидит и скучает по мне. Я оставляю ее на всех. Это друзья. Это, может быть, мама, но очень редко. Ну, в основном друзья. Забирают собаку, с ней ездят, потом за ней скучают, потом не могут ее отдать обратно. В общем, у Мими очень много своих хозяев. Такая собака мира. Но я надеюсь, что скоро мы сможем уже, скоро смогу ее брать с собой в поездки. Слушайте, это, конечно, жутко странно звучит, и, наверное, для кого-то это будет смешно, но я боюсь акул. Везде. Я боюсь акул даже в бассейне. Ребенок просто пересмотрел так много разных фильмов, что мне кажется, когда я плаваю в бассейне, что сейчас откроется шлюз какой-то, выплывет акула и начинает на меня охотиться. Очень боюсь. Почему-то прям вот, особенно заплывать, например, на глубину. Ну, все купаюсь, я перебариваю, стараюсь перебаривать свой страх. Мне все время кажется, что кто-то либо тебя схватит, либо откусит. Ну, немножко, конечно, есть страх перед высотой. Ну, не на балконе, я имею в виду. Например, прыгать с парашютом. Но все равно это не такой страх, как вот акула. Во-первых, я запомнила во все страны, где я была. Была я очень много где. Я объездила практически весь мир. Я обожаю находиться в Европе. Безумно нравится Европа. В данном случае я имею в виду там Франция, Италия, Испания. Особенно в летний период. Понятное дело, мне кажется, кому это не нравится. Какая-то провинция Прованс, где ты можешь поесть спелых помидор вместе с моцареллой. Но, наверное, хотелось бы отметить такую вот необычную, скажем, страну, как Китай. Мы были в Покине на гастролях. Мне это очень сильно запомнилось, потому что я забралась на вот эту знаменитую стену. Прикольно, что на нее ты взбираешься пешочком, а с нее такой есть по типу как бобслей, только железная такая коляска, которая тебя вниз так спускает, как аттракцион. Ну, со своими какими-то традициями, едой, которая мне совершенно не подходит. Вот, но в любом случае детям своими я расскажу именно про эти впечатления. У меня нет свободного от работы времени, я бесконечно работаю. Такого не существует. В тот момент, когда ты встаешь с кровати и начинаешь что-то делать, это уже есть работа. Если у меня так получается, хотя это так редко бывает, что у меня какой-то выходной день, я обязательно ставлю кучу дел разных. То, что я там забыла сделать месяц назад. Вы знаете, я так страдаю от того, что я в детстве страшно не любила читать. Вот прям невозможно заставить просто человека в какую книгу полстрочки. Ты так напрягала меня, я не знаю почему. Сейчас я страшно страдаю от этого. Боже мой, я так много времени пропустила. Хотя мой папа говорил, что лет к 30 годам тебе захочется. И сейчас лучше занятия, чем чтение, просто не существует. Особенно на гастролях, когда ты сидишь в самолете или едешь в поезде. Столько интересных книг. Даже, правда, не хочется смотреть ни кино, ни какие-то сериалы, а именно читать. Кто меня слышит из, скажем, юношей, да, у молодых моих поклонников? Ребята, если вам не нравится читать, заставляйте себя. Поверьте, не теряйте время. Это очень классное занятие. У меня есть такие часы, которые соединены с телефоном, и на нем есть, значит, измеритель пульса. Ну, приблизительно я знаю, что там должен быть пульс от 120 до 140, когда ты занимаешься кардио. Тогда происходят все нужные процессы. Я за этим не слежу. Я прям чувствую, наверное, по себе. Я уже занимаюсь полтора года, и я знаю, когда идет то, что нужно, процесс или нет. Слушайте, ну, конечно, я человек, и понятное дело, что я иногда там что-то подъедаю, но в основном придерживаюсь своего питания здорового, потому что, на самом деле, если я где-то подъем, у меня потом болит живот. Я быстренько возвращаюсь к своей отварной гречке, вот, с мяском, потому что понимаю, что ты, скажем, тебе комфортно находиться в этом состоянии. В прошлом году, я помню, очень много было разных дней рождения, на которых я была, мероприятия, где реально сидят, кушают люди, там, какой-то оливье, вот так жадно. Я со своей пасочкой в фольге сижу, эту рыбку номинаю, и все подходят и говорят, боже, как ты несчастна, как нам тебя жалко. Я думаю, это мне вас жалко, что вы столько жира сейчас сожрали за этот час. А я красотка, завтра утром встану, подтянутая богиня, не поправилась и пошла дальше. Лет 17, 18, 20, когда я начала ездить на гастроли, когда группа стала популярна, я, откровенно могу сказать, бесконечно везде спала, потому что не высыпалась, не досыпала. Я думаю, боже мой, еще люди есть, которые там встают на пробежки, бегают, боже, это так ужасно. Потом, спустя какое-то время, естественно, моя работа меня немножечко так поднатаскала, да. Когда ты приезжаешь домой, представьте себе, ты приезжаешь домой, у тебя есть, допустим, день или два, ты будешь тратить свой драгоценный час на сон? Нет, конечно, я себе продлеваю день. Это только кажется тебе что-то тяжелое. Тебя просто так продавить, вот ты вот глаз раздер в пять утра, да, это так, нет, я пойду добиваться своей цели. Вот если ты эту секунду вот так додавишь себя и встанешь, ты поймешь, насколько круто после тренировки уже в семь утра завтракать, сидя у себя, думать, боже мой, ты прожил такой кусок уже времени, да, уже ты потренировался, вот, позавтракал, помылся, да, собрался, ну вот, а все еще спят. Слушайте, ну, кстати, по поводу фруктов, фрукты это углеводы, и я, кстати, как-то от них отказалась. Ну, мне еще помог мой организм, мне, в принципе, от, например, от черешни, от персиков и от слив, мне просто становится плохо. Арбуз это вообще нельзя есть, дыня, боже упаси, кажется, что вот вы скушали, например, вы съели фрукты, и кажется, лучше фрукты, чем шоколад, но это не так. На самом деле фрукты там очень много сахара, просто я знаю людей, которые могут сесть рядом с персиками, килограмма два умять за пять минут, ну, то есть такого нельзя делать, и каждый день. То есть вы должны понимать, что фрукты это углеводы, так что ничем не отличаются от шоколада. Ну, как там, какими-то, конечно, свойствами отличаются, но я имею в виду, что оно тоже вредно, если вы хотите худеть или там сидите на правильном питании. Ягоды мне очень нравятся, очень редко, когда есть такая возможность, я люблю немножко голубики, вот я голубику обожаю. 15 лет, интересно, что у меня был период гадкого утенка, наверное, лет в 11 я такая была, пупышечка, лет, наверное, до 14. Сложно было, и на диете сидеть нельзя, потому что ребенок, растущий организм, ну, то есть ты не можешь себе посидеть на какую-то жесткую диету. Ну, у меня, видимо, такой организм, ну, и плюс я, ну, нравится мне есть. Хотя в детстве было жутко худо, вот прям очень худо, как дрыщ. Вот как раз уже в 15 лет я начала, скажем, приходить в форму, я уже помню, что 16-17, вот такая была уже молодая девушка, худенькая. И, кстати, весело очень мало, такого больше повторять в жизни своей не хочу. Кстати, недавно только задавала вопрос этот своему тренеру Андрею. Он мне сказал, что на него совершенно не влияет жара. Я утром идут на тренировку, я каждый день тренируюсь. То есть у нас идет час, я занимаюсь в зале с Андреем, а потом у меня идет 30 минут кардио. Холодный душ, и, честно говоря, я спасаюсь огромным количеством воды. Должна быть какая-то в организме фильтрация. Много нужно пить воды. Я сама жутко этого не любила делать. Вот, раньше еле-еле с горем пополам, там, у меня литр, если затолкнув себя, было хорошо. Сейчас, конечно, у меня получается 2,5-3 метра в день. Всем большое спасибо, кто присылал свои вопросы. Я буду стараться чаще проводить эту рубрику. И простите меня, пожалуйста, всех тех, кому я не ответила. В следующий раз обязательно сделаю. Подписывайтесь на мой канал НК-Блог. С вами была Настя Каменский. Это Настя Блог.